Добрый день в прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Олимпхостов в начале о главных темах выпуска. Развитие туризма придаст мощный импульс всей экономики Кабардино-Балкарии. На совещании с президентом страны Арсен Коноков рассказал о возможностях курортно-рекреационного комплекса республики. Он как хирург Анатолий Концалиев назначен исполняющим обязанности Министерства здравоохранения КБР. Сегодня его представили главврачам лечебных учреждений. Имена предков до седьмого колена. В Курхужине школьники всерьез изучают свою родословную. Плоды колоссальной работы демонстрируют односельчанам. В поселке Мир Чигемского района продолжается спецоперация. Режим КТО на территории населенного пункта был введен сегодня с 6.30 утра решением временно исполняющего обязанности начальника ОФСБ по КБР, сообщает Национальный антитеррористический комитет. В одном из частных домов силовики блокировали группу вооруженных лиц. По некоторым данным, в помещении находится до пяти человек. На предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Убитых или раненых среди полицейских и мирного населения нет. На период проведения КТО на территории поселка Мир действует ряд специальных мер и временных ограничений. Мы следим за ситуацией. Все подробности в наших следующих выпусках. Развитие туризма придаст импульс всей экономике Кабарзинобалкарии, заявил глава Республики Арсен Коноков на совещании в Краснодаре, провел которое президент России Дмитрий Медведев. Участие в нем приняли руководители Республик Северного Кавказа и представители иностранных деловых кругов, инвестирующих средства в туристические проекты на юге страны, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Арсен Коноков рассказал о возможностях туриндустрии в Кабарзинобалкарии. Каждый из 11 утвержденных зон потенциальной рекреационной специализации имеет разный уровень развития. Самой перспективной считается горно-рекреационный комплекс при Эльбрусе. Почти 80% всех средств, выделяемых КБР из федерального бюджета, направляется на реализацию инфраструктурных проектов в этом курорте. Не менее интересной для инвестирования считается и район Джилысу. Его преимущество в наличии не только горнолыжных склонов для катания, но и уникальных минеральных источников, считает Коноков. Это способствует созданию в Джилысу бальнеологического курорта, не имеющего аналога в мире, добавил глава Кабарзинобалкарии. Сейчас строится автодорога Кисловодск-Долина Нарзана в Джилысу-Эльбрус. Уже подписано соглашение о создании туристско-рекреационной особой экономической зоны. В него вошли четыре района республики – Чирекский, Чигемский, Эльбрусский и Изольский. Подготовлен комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития и порядок их финансирования. В настоящее время проводятся расчеты стоимости строительства объектов инфраструктуры. Арсен Коноков подчеркнул, развитие туризма мы рассматриваем как важный и полноценный сектор современной экономики, способный придать мощный импульс социально-экономическому развитию республики. И, что не менее важно, сформировать положительный имидж региона. Между тем, вырос и объем госгарантий по кредитам на инвестиционные проекты на территории Северокавказского федерального округа. Вырос он в годичном исчислении почти на 2% и составил около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кабинета министров России. Всего северокавказские компании планируют в текущем году привлечь около 71 миллиарда кредитных средств под госгарантии России. Среди них особо выделяется заем госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» для завода чистых полимеров «Этана». Его строительство уже началось в Майском районе. Здесь на ближайшие 10 лет планируется привлечь чуть менее чем 11 миллиардов рублей. Сумма госгарантии России по этому займу составит до 7,5 миллиардов. Производственная мощность завода 486 тысяч тонн продукции в год среди других крупных заемщиков – гидрометаллургический завод «Агроком» и Нальчикский бумажный комбинат. Напомним, в сентябре прошлого года руководство СКФО отобрало 372 инвестиционных проекта общей стоимостью более 1 триллиона рублей. Для реализации на первом этапе определено 70 приоритетных проектов. Сегодня председатель правительства Кабаринобалкарии Иван Гертер представил руководителям лечебно-профилактических учреждений, исполняющего обязанности министра здравоохранения. По указу главы республики им назначен Анатолий Концалеев, до этого работавший главным врачом Прохладницкой городской больницы. Подробнее наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Онкохирург, кандидат медицинских наук Анатолий Концалеев, известен в здравоохранении Кабаринобалкарии как опытный специалист практик. Выбор его кандидатуры на должность исполняющего обязанности руководителя ведомства не случайен, отметил премьер республики. После его представления Иван Гертер затронул важные сегодня для нашего здравоохранения темы. Среди них немало проблемных. В первую очередь это касается внутренней организации работы структурных подразделений Минздрава. Напомним, правительством республики принято постановление об изменении типа медицинских учреждений, государственные, бюджетные и казенные, с сохранением основных целей деятельности и предельно штатной численности. При этом ряд из них переходит из муниципальной в республиканскую собственность. Весна на дворе, а мы до сих пор еще не в музы и не в гузы. Зарплату заплатить не можем, лекарства купить не можем, налоги заплатить не можем, коммунальные платежи произвести не можем. И тянем вслед за собой кучу вспомогающих предприятий, в том числе жилищно-коммунального хозяйства. А самое главное – это заработная плата, а самое главное – это лекарственное обеспечение и питание больных. От чего это зависело? Хотел бы у вас услышать сегодня. Претензий к главврачам у премьера оказалось много. По ходу замечаний он давал конкретные задачи и новоиспеченному руководителю. Зашла речь и о врачебной этике. Глава Кабардино-Балкерии Арсен Коноков дал распоряжение премьеру строго следить за кадровой политикой в сфере здравоохранения. И перед исполняющим обязанности министра здравоохранения стоит та же задача – более тщательно подходить к подбору сотрудников. Надо исключить малейшие промахи в работе медиков, которые могут привести ко всякого рода судебным разбирательствам, подчеркнул премьер. В Кабардино-Балкерии создана хорошо отлаженная, динамично работающая медико-санитарная сеть учреждений. И все они сегодня вступили в процесс модернизации и получают современное оборудование. И воплощать все это в жизнь придется новому руководителю ведомства. Я хочу сейчас попросить вас о поддержке и о помощи. Прекрасно понимаю, что какие бы усилия ни прикладывал я, без вас, без вашего максимального посильного участия, думаю, что ничего не получится. Понимаю, что здравоохранение на сегодняшний день переживает не самые приятные времена. Общество внимание серьезно уделяет здравоохранению. Это внимание на сегодняшний день, наверное, для нас не особенно приятно. Очень плохо, что речь идет только о негативных сторонах нашей деятельности. Анатолий Концалеев обозначил ряд аспектов, на которых будут сосредоточены усилия ведомства. Призвал всех к консолидации действий в кардинальном изменении ситуации здравоохранения в лучшую сторону. Самое главное для нас – это здоровье человека, отметил он. Нас всех объединяет одно стремление – стремление к стабильности. Желание спокойно работать, желание работать без перетрубаций ненужных, без шарахания стороны в сторону. Надеюсь, что в той ситуации, которая для нас максимально неприятна, мы выступим единым фронтом. И постаравшись объединить усилия, добьемся того, чтобы вернулось то мнение о врачах Украины Болгарской Республики, о врачах, которые не жалеют сил для того, чтобы выполнять свой дух. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. В Эльбрусском районе притворяется в жизнь муниципальная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в ее рамках запланирована замена 18 лифтов. Несколько новых подъемников уже установили, заменяют те, срок эксплуатации которых превысил четверть века. Каждый из них будет оснащен тревожной сигнализацией для связи с диспетчером, системой вентиляции и генераторами, позволяющими освещать кабины в случае внезапных перебоев с электричеством. Всего на эти цели выделено свыше 21 миллиона рублей, без малого 16 из которых федеральная казна и свыше 4 миллионов – республиканское. Один миллион рублей на замену лифтов собрали собственники домов. В Министерстве образования и науки КБР утверждено расписание проведения единого госэкзамена. Основной поток, как сообщила пресс-служба ведомства, экзамены сдаст с 28 мая по 16 июня. Сезон откроют абитуриенты с правом на досрочное прохождение единого госэкзамена. Они пройдут испытания с 20 апреля по 4 мая. Для выпускников этого года, не сдавших экзамен или не завершивших выполнение работы по уважительным причинам, назначены даты с 18 по 21 июня. Для тех, кто получил образование в учебных заведениях иностранных государств и не смогли участвовать в ЕГЭ, они пройдут с 7 по 16 июля. Как и в прошлые годы, сдающим единый госэкзамен разрешается пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. А в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам, участники допускаются к сдаче экзамена в дополнительные сроки. И еще одна школьная тема. Уроки по культуре народов КБР вылились в изучение родословной почти целого села. Теперь школьники селения Куркужин сами восстанавливают генеалогию своих фамилий. Правда, не без помощи педагогов. О работе, которая приобрела уже солидные масштабы, наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Традицию горцев знать имена своих предков до седьмого колена в селении Куркужин решили возродить несколько лет назад. Обычный урок по культуре народов КБР учитель решил преподнести, как модно сейчас называть, с инновационным подходом. Изучение быта кабардинцев началось восстановление родословной каждого ученика. Все должно было быть правдиво, красиво. Мы взяли вот такой отрезок времени, вот начиная, например, с 1781 года, 1851 года. Поэтому мы спрашивали много раз, получали разную информацию. Разобраться в зарослях родового дерева Альберту помогали старшие и интернет. Ветка за веткой, поколение за поколением восстановлена история молодого рода Куршковых. Произошел он, по словам юноши, от некого балкарца, кабардинское обозначение национальности которого и стало впоследствии фамилией. Это очень интересно. Род – это основа всего, я считаю, и важно знать происхождение своего рода. Мне было несложно. Я искал материалы с удовольствием и нашел, как я считаю, это очень хорошее дело. Предание старины глубокой о своем роде пришлось узнавать и Милане Гатыжевой. Она восстановила семь поколений генеалогического древа. По семейным сказаниям, фамилия берет свое начало от младенца, которого нашла бездетная семья. Новые родители с радостью оставили ребенка и дали фамилию. Гатыж, то есть найденыш. В старые времена, первый раз, когда люди узнавали, говорили не его имя, а род. Не как зовется, а какой у него род. И я считаю, что в наше время молодежь, хотя этими молодежь не занимается, нужно добиваться всего большего и узнавать все больше о своем роде. Результат колоссальной работы, которую проделали в Куркужинской третьей школе, вынесли на семинар. Плоды своих трудов школьники показали и всему селу. Были даже приезжие ученики, желавшие перенять опыт своих сверстников. Шаг за шагом, восстанавливая историю каждой семьи, как мозаикой собирают историю из самого села. Конечно же, эта работа не завершена, нужно еще работать, работать. Невозможного здесь нет, конечно, все возможно, но нужно искать, искать, спрашивать у старших. В огромном лесу под названием «Человечество» достаточно трудно найти свою родную ветку, а тем более составить целое генеалогическое дерево. Возможно, об истории вашего рода не напишут в книжках, однако уж точно она должна оставаться в памяти поколений, чтобы потомки не забывали о тех ростках, которые дали начало огромному и могучему родовому древу. Альберт Касаев, Асламур Законтохов, Вести Кабардино-Балкария. В завершении выпуска о спорте в российском футбольном чемпионате сегодня будут продолжены матчи 34-го тура среди команд Премьер-лиги. Спартак-Нальчик этим вечером принимает у себя дома Пермский Амкар. В предыдущем туре красно-белые проиграли Нижегородской «Волге» со счетом 0-1 и с 27 очками остались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Пермяки же расположились на 12-й строчке. В случае победы наша команда получит шанс покинуть зону вылета. Футбольные специалисты обещают сегодня захватывающий матч. Начнется игра в 16-30. По решению руководства клуба вход на республиканский стадион будет бесплатным. На этом у меня все. Новая информация в следующем выпуске. Напомню, все новости нашей программы на сайте вести.кбр.ру. До встречи в 16.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова